Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы новости РЕН-ТВ Саратов. Сколько в регионе лицензированных автошкол изменилась ли методика преподавания и какова сейчас средняя стоимость обучения на права? Первые итоги работы по новым правилам мы подведем вместе с председателем Саратовского регионального отделения общественной организации Всероссийское общество автомобилистов Дмитрием Зиновьевым. Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Зиновьев Дмитрий Леонидович в 1994 году окончил Саратовский политехнический институт. С этого же года является председателем Саратовского регионального отделения общественной организации Всероссийское общество автомобилистов. Ассоциация ведет работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий, в том числе среди детей. При учреждении действует детско-юношеская секция по автомногоборью. Юные спортсмены неоднократно становились призерами всероссийских соревнований. Кроме того, Дмитрий Зиновьев является директором образовательного учреждения «Саратовская областная автошкола ВОА». Уже прошло больше года с момента реформы автошколы. Расскажите о первых итогах. Нельзя назвать так громко реформы. Появились новые требования к деятельности автошколы. В первую очередь требования пройти обследование в госавтоинспекции и получить соответствующее заключение о соответствии учебно-материальной базы. Могу сказать, что до вот этих нововведений в области было порядка 160 автошкол, сейчас действующих и получивших заключение 93. Для чего нужны вот эти новые требования при лицензировании автошколы? Вы знаете, я думаю, что это хорошо, что вот эти требования ввели для добросовестных школ. Вообще вынудили, почему это сделать? Ведь перед тем, как новые правила ввести, автошколу открыть было достаточно просто. То есть нужно было заключить договора, если нет своего помещения, договор на аренду помещения, договор на аренду автодрома, получить заключение с анапидемстанцией пожарных, все это сдать в Министерство образования и плюс перечень написать оборудование, которое у вас есть, необходимое. Есть или виртуально есть. То есть никто не проверял этого на самом деле. Взяли, подали, получили лицензию, начали работать. И таких портфельных школ начало разводиться все больше, больше и больше. Поэтому другого просто выхода не было, как пойти вот на такое фактическое обследование перед открытием автошколы. А что сейчас происходит? То есть инспектор ходит по классам и проверяет наличие фактического оборудования? Да. Инспектор госавтоинспекции по заявке образовательного учреждения выезжает на место, проверяет обследование классов, автодромов, учебного автотранспорта, педагогических работников, соответствуют они или нет требованиям. И после этого выдается заключение автошколы. Как изменилась система обучения и система сдачи экзаменов? Ну, в общем-то, сама система обучения осталась такой же, как и была. Никаких кардинальных изменений нет. Программой на данный момент предусмотрено 56 часов вождения. Немного они увеличились. Было 50 до этого в программе, стало 56. Но вот сами экзамены, их методика приема изменится с нового года. На данный момент пока остается действующей, как и была. Но могу отметить то, что с этого года экзамены практически по вождению записываются в видеорежиме. И также звуковые файлы там присутствуют. Поэтому кандидат-водитель, если не согласен, что у него необъективно, скажем так, его завалили, он считает, что все сделал правильно, может потребовать просмотреть запись, чтобы ему пояснили, почему же все-таки он не сдал. Дмитрий, расскажите о порядке сдачи экзаменов после новогодних праздников. Ну, я бы не сказал, что прямо после новогодних праздников, вы, наверное, слышали, что сейчас новый административный регламент приема экзаменов утвержден. И на согласовании в Минюсте находится. В новом году, скорее всего, мы по нему начнем работать. С какого числа и с какого месяца, пока неизвестно, но в ближайшее время начнем. Первые изменения, крупные, касаются сдачи экзаменов на мотоциклах и категории М, это мопеды. Самая большая проблема в том, что нужен будет прямой участок хорошего асфальта длиной 80 метров для разгона торможения, потом разворот в габаритном коридоре идет и так далее. Вот на мотоцикле там кардинально поменялись упражнения, которые нужно будет сдавать кандидату в водителя. Я считаю, что действительно вот эти упражнения более объективно покажут навыки. Это плюс-минус, что эта методика, конечно, более затратна. Как и для образовательных учреждений при подготовке, так и временные затраты при сдаче в ГАИ вырастут. То есть более долгое время придется сдавать этот экзамен. Хватает ли вот этих 56 часов для того, чтобы сносно научиться ездить по городу? Ну вот правильно вы сказали, что слово сносно. Да, действительно, за эти часы можно научиться безопасно доезжать, скажем так, из пункта А в пункт Б. Но вот управлять автомобилем в совершенстве, ну, честно скажу, конечно, нет. Этому надо учиться долго и не один год. А повлияет ли на эффективность обучения занятие, ну, каким-то автомобильным спортом? Ну, я вам могу пример такой привести. У нас есть секция по автомобильному многоборию, юношеская. Там занимаются дети с 12 до 18 лет. И за время, пока они там тренируются, готовятся. Причем до 16 лет в город выезжать запрещено. Да, они только на площадке ездят. Но когда они начинают выезжать в город, для того, чтобы адаптироваться в условиях дорожного движения, им буквально 2-3 часа хватает. Потому что не отвлекаются именно на приемы управления автомобилем. Они автомобилем управляют в совершенстве. То есть, когда они получают водительское удостоверение, не имея фактического стажа водительского, они ездят гораздо лучше большинства взрослых водителей. Давайте приоткроем завесу тайны. Что там происходит в этих секциях? Как происходит обучение? Чему там учат, помимо того, чтобы водить автомобиль? Ну, во-первых, занятия начинаются с того, что дети изучают правила дорожного движения, основу безопасности дорожного движения. То есть, проходит весь теоретический курс, такой же, как и проходят взрослые, только часов на это тратится гораздо больше. Хотя способность к обучению у них гораздо лучше, и поэтому знания они получают более качественные, скажем так. Ну, и во-вторых, да, вот практическое вождение на площадке, на закрытых площадках, на асфальтовых. А что нужно для того, чтобы заниматься? Ну, во-первых, нужно отсутствие противопоказаний по здоровью у ребенка, но его желание и желание родителей, которое выражается в разрешении. Сейчас статистика ДТП, совершенных молодыми водителями, несколько снизилась, но, опять-таки, незначительно. Проблема в эффективности обучения или все-таки в недостаточности часов? Ну, я скажу так. В общем-то, для того, чтобы ездить безопасно, на самом деле часов по программе хватает. Я считаю, что даже можно и за меньшее количество часов научить человека ездить безопасно. Ну, кому как. Кому-то, конечно, и 56 часов будет мало, кому-то и 25 достаточно. Но программа у нас дифференциацию такую не предусматривает, к сожалению. То есть мы не можем посмотреть, сказать, вот 25 человек часов отучился, и мы можем его выпустить смело на дороге. Хотя мы это видим, мы обязаны все равно все часы до конца с ним докатать, доучить. Была бы такая система, может быть, было бы лучше. Люди бы деньги, с одной стороны, экономили, те, кто способные, да, а те, кто не способные. Ну, дополнительные часы мы можем давать, то есть по согласованию. То есть человек изъявляет желание дополнительно поесть. Или не готов он, не может сдать, прошел весь курс, не может сдать внутренний экзамен. Такое, правда, редко бывает, но иногда случается. Да, берут дополнительные часы и еще занимаются. Ну, а, кстати, как повлияла реформа и повлияла ли на стоимость обучения? Сколько сейчас? Повлияла, да. Ну, скажем, до нововведений стоимость обучения составляла примерно 15-18 тысяч рублей. Сейчас стоимость обучения от 22 до 27 тысяч рублей. Но снизился ли человек поток или нет? Я могу сказать, примерно на том же уровне, да. Но последние несколько месяцев снизился, но здесь, наверное, да, финансовая составляющая роль играет. А в связи с чем повысилась стоимость обучения? Стоимость обучения поднялась, ну, во-первых, автошколам пришлось много тратиться на дооборудование, очень серьезно пришлось потратиться, на строительство соответствующих всем требованиям автодромов. Ведь раньше автодромы всегда требовались, или там, так скажем, площадки закрытые для первоначального обучения. Но вот только с прошлого года, когда проходили автошколы обследования, наконец-то появились критерии, которым должны эти площадки или автодромы отвечать. И оказалось, что все эти автодромы и площадки надо достраивать вот по этим критериям и приличных денег вкладывать. Вот, тоже очень большая затратная часть. А в чем разница между автодромом и площадкой? Ну, к автодрому предъявляются больше требований по оснащению. То есть, там должны быть дорожные знаки, пешеходные переходы, вплоть до того, что имитация железнодорожного переезда. То есть, много-много требований. Площадка оборудуется, там определяется минимальная ее площадь, какая она должна быть, какие должны быть уклоны допустимы на ней, какой коэффициент сцепления, и все. В общем-то, обычная площадка. И разметка на нем может быть временная, может быть постоянная, конусами и так далее. То есть, площадка, скажем так, ее более просто можно оборудовать. А есть ли у нас в Саратове автодром? Хоть один? Вот, у образовательной организации, насколько мне известно, нет. Все, даже если пишут, что автодром, то официально заявлены они все как площадки для первоначального обучения вождения. Дмитрий, скажите, вот есть ли автошколы для людей с ограниченными возможностями? Ну, формально сейчас любая автошкола должна обучить людей с ограниченными возможностями. То есть, все, кто сейчас на рынке присутствует, у них созданы условия для обучения таких людей. Вот. Но, если брать по качеству подготовки таких людей, конечно, с центром обучения и реабилитации инвалидов, которые в Саратове находятся, ни одна из автошкол не сравнится. У них коллектив, который этим занимается специально, а не специально инвалидов учат. Поэтому, конечно, если кто-то хочет качественно, я имею в виду инвалиды, обучиться, я бы рекомендовал именно туда обращаться. Причем там обучение происходит бесплатно, все автошколы, остальные будут учить на платной основе инвалидов. Ну, не могу не затронуть тему бича нашего пьяной на дорогах. Как вы считаете, какое наказание должно быть для людей, которые сели в состоянии алкогольного опьянения за руль? Вот вообще вопрос, на самом деле, очень важный, очень сложный. Есть у меня такая точка зрения, что, во-первых, неправильно мы вообще подходим к пьяному на дороге изначально. У нас, получается, человек, который пригубил, или который в лоскуты пьяный, наказывается одинаково. То есть формально есть состояние алкогольного опьянения, то есть да, нет, и все, белое и черное. Я считаю, во-первых, здесь нужно сделать дифференциацию какую-то, скажем так, условно, легкое опьянение до 0,6, ну, я примерно представлю, до 0,6 промилле. Например, в Канаде и США это вообще допустимая норма. Вот, это одно наказание, выше другое наказание, причем за сильное опьянение я бы лишал на большие сроки, конечно, я думаю, что там 3-5 лет, да, может быть конфискацией автомобиля, потому что в таком состоянии человек действительно представляет очень большую опасность, причем, когда сильное алкогольное опьянение, он же вообще не отдает отчет в себе в том, что он делает. Ему кажется, что он пилот Формулы-1, и все может. На самом деле, далеко не так. Дмитрий, не могли бы вы дать несколько практических советов, с чего начать при выборе автошколы? При выборе автошколы вопрос тоже очень сложный. И проблема в том, что человек попадет туда, как правило, в большинстве случаев один раз, но второй раз попадает, если на новую категорию какую-то будет переучиваться. Услуга разовая, и поэтому вот он попал, и он же не знает, как в других, с чем ему сравнить, да, где хорошо, где плохо. Поэтому, ну, конечно, нужно обращаться, наверное, к отзывам в интернет, почитать, посмотреть, но отзывы тоже не всегда объективные. Бывают конкуренты, плохие отзывы пишут, хорошие, наоборот, сама автошкола про себя пишет. Поэтому в первую очередь нужно, наверное, у знакомых, которые учились в автошколах, поспрашивали, где понравилось, где не понравилось. Вот. Далее на что следует обращать внимание, это, конечно, на кадры. Сейчас у каждой автошколы есть официальный сайт, можно посмотреть вплоть до того, какие там педагоги работают, какой у них стаж, вот какое-то уже впечатление можно составить. Причем, вот я могу так сказать, что мы стремились одно время только новые автомобили, там, иномарки покупать. Мы поняли, что людям потом, это не главное, что их волнует. Главное, чтобы их качественно научили. Поэтому хороший новый парк еще не гарантия того, что вас хорошо отучат. И наоборот, если машинки старенькие, тоже не факт, что вас научат плохо. Хотя, конечно, приятнее учиться на новых машинах. Поэтому тут надо выбирать, у кого какие приоритеты. Дмитрий, ну и в завершение выпуска, что бы вы могли пожелать нашим телезрителям? Ну, я хочу пожелать тем людям, которые придут учиться в автошколе, действительно по-настоящему учиться. К сожалению, научить всему человеку нельзя, только он может сам всему научиться. Поэтому нужно хорошо заниматься, но помнить, что автошколу всему не научили. Дальше процесс обучения должен продолжаться. Ну что ж, спасибо за увлекательную беседу. До новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Зиновьев. На сегодня все. Всего доброго и до свидания.